Сегодня только в больнице, в Смоленске, все жалуются, врачи, все падают, никаких мер не принимают. Пенсионерка Людмила Валентиновна, одна из пациенток травматологического отделения. Женщина поскользнулась и упала возле больницы, где, казалось бы, дороги от льда должны чистить в первую очередь. Очень скользкая дорога, и все вот там есть, сестры, врачи, говорят, никаких мер не принимают. Пожилые люди ходят, невыносимо пройти, просто лед они. И я шла, и около больницы сама и упала. И вот, не знаю, сказали, что у меня перелом закрытый. С диагнозом перелом лодыжки Людмилу Валентиновну направили в гипсовую. Если в среднем гипс накладывается минимум на три месяца, то пожилому человеку скакать на одной ноге, возможно, придется дольше. А пока лед на многих городских тротуарах остается нетронутым, очередь в травматологические отделения прибавляется. Ежедневно сюда обращаются около ста человек. По словам врачей, чаще всего с переломами, растяжениями и ушибами. За праздники с 1 по 12 числа у нас там было 427-430 человек. Сейчас их уже 900, то есть еще 470. Получается, за последние 10 дней после праздника народ обратился к гололедам еще больше. Ситуация, конечно, с погодой очень тяжелая и с тем, как улицы у нас убираются и все остальное. Люди обращаются с травмами очень много. Очень много на рентген идет людей, потому что серьезные травмы бывают. Не уменьшается поток пациентов и к терапевтам. Только за прошедшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы обратились более 4,5 тысяч человек. Чаще всего болеют дети. Официальных случаев гриппа в Твери пока не зарегистрировано. Однако медики говорят, что для его выявления нужно сдавать специальные анализы, которые большинство пациентов не делает. С октября по апрель продолжается высокая заболеваемость простудными заболеваниями. Грипп может выявиться в любой из этих периодов. Прогнозируется по предыдущему году. Какой был выявлен в предыдущем году, прививаем против этого штамма гриппа и на будущий год. С приходом холодов врачи советуют веретянам беречь себя. Неприятные сюрпризы могут поджидать где угодно. На дорогах и тротуарах нужно быть не только внимательными, но и осторожными. А в морозную погоду одеваться как можно теплее.